Давайте мы рассмотрим вопрос о возникновении философии, античной философии. Возникновение философии, античная философия. Возникновение философии, античная философия, античная философия, античная философия. Датируется возникновение философии с 7-6 веками до нашей эры. И практически одновременно в разных регионах Земли происходит рождение и становление первых философских учений. А именно в Древнем Китае, в Древней Индии, в Древней Греции. И первым самым мировоззренческим вопросом об отношении человека и природы. Среди основных школ Древнего Китая можно выделить следующее. Конфуцианство. Моизм. Не маоизм, а моизм. И даасизм. Родоначание конфуцианства. Кун-Фу-Дзи. Конфу-Дзи. Кун-Фу-Дзи. Он же Конфу-Дзи. В чём, так сказать, суть его философии? Небо – это высшая сила. Отсюда и поднебесная, как Китай называют. Оно следит за справедливостью на Земле. Всё зависит от воли Неба. Небо – это рок, судьба, закон. Короче, «дау» – большой буквы. А в общественной жизни – культ предков. Веди себя достойно. Уважай старших. Совершенствуйся сам. Не обманывай. Не срывай свой гнев на других. Вот эти простые рекомендации традиционны для китайских верований. Ничего плохого в этом нет, как вы видите. Очень всё злободневно, правда? «Моизм» – основан «мо-ди». «Мо-ди» – отдельно пишется. Оба слова с большой буквы. Или «мо-цзы». «Моисты» – отрицали предопределённость всего судьбой. Это очень важно. У нас и сейчас, и сейчас говорят, ну, такова судьба, дескать. Вот так случилось. Так вот и так было предпределено человеку, значит, так и произошло. Если упал самолёт, значит, должны были сделать самолёт, и чтобы он потом упал. И это как бы запланировано уже там, где-то, высшие силы. Только и думали о том, как бы, значит, обрушить этот самый самолёт. Небо не предопределяет всё и вся. Али желает, чтобы люди любили друг друга. Ну, хорошо же. Прямо хочется стать приверженцем этой теории, правда, китайской. Кроме любви к ближним, они проповедовали любовь к дальним. Вот это очень важно. Вот у Ленина в Великом Почине отдельно этот вопрос рассматривается. В статье, в работе Великий Почин, что говорит, не просто, не только к ближним. Коммунизм, коммунистическая нравственность начинается тогда, когда не только к ближним есть любовь. А думают о дальних, а не только о ближних. Если сосед, ну, с ним хорошие отношения. Если вы уже мне не соседка, я вам глазу высаживаю. Если не друг. Так что, получается, то к ближним почему-то, к ближним, потому что вот этих вот и на хлопоты будут. Если будешь с соседями тут ругаться, это ведь, да не жизнь. А эти далеко живут, можно с ними ругаться. И ссорятся, и так далее. Ну вот тут говорится о том, чтобы всё-таки любовь к дальним была. Будучи убеждёнными противниками войн, они были первыми пацифистами. К традициям рекомендовали относиться критически, выбирая только хорошее. И сказала, кроха буду делать хорошо и не буду плохо. Так, а третье учение Дао-сизм. Дао-сизм. Основан Лао-дзы. В основе лежит Дао. Дао с большой буквы. Это первоначало. Первооснова. И завершение всего происходящего в мире. Дао. По учению Дао-сизма основа и субстанция всех вещей. Вот посмотрите, основа, субстанция, то есть дальше, чем поверхность проходила. Ещё в VI веке до нашей, до новой эры люди задумывались на то, что в глубине, что определяет куда эти внутренние пружины. По сути, Дао – это изначальное небытие, становящееся бытием. все вещи, имея в своей основе небытие, являясь в действительности бытием, непрерывно уходят вновь в небытие. Ну, раз все вещи, нам не надо грустить. Это свойство всех вещей. Это и есть постоянное движение в мире. Я уже вам говорил, что мы на истории и философии будем очень кратко останавливаться, ну, как бы, конспективно, потому что у нас метод будет понятий, и мы будем останавливаться на категориях, их сами выводить-ка. А это мы, ну, как бы, должны познакомиться с тем. Какие были взгляды, представления. Мы их сейчас не опровергаем и не распаливаем. А так, закладываем себе в память, имея в виду, что это вот то, с чем надо посчитаться, что ведь не на пустом месте выросли те идеи, те категории, которые сейчас применяются, и которые, в конце концов, вот привел в систему Дюйорг Вильгельм, Ридрих Гегель. Философия Древней Индии представлена следующими школами. Джайнизм. Джайнизм. Буддизм. Сангхья. Йога. Сангхья. После ха, мягкий знак. Сангхья. Йога. Ну, уже даже из названия вы скажете, что если вы скажете, что это умершее учение, не умершее, потому что у нас этих последователей разных индийских, древних, так сказать, учений достаточно много. И даже тут в последние годы расширялось это количество. Правда? Основоположник джайнизма. Махавира. В основе этого учения находится представление о карме, космическом законе. Что это вот сэка? Не злободневно. То есть это не та вот теория, которая ушла в никуда. Она присутствует... У тех, кто не вышел на современный уровень философии, присутствует вот та философия, которую мы так бегло проходим. На ней мы особо не остановимся, потому что она так бегло и присутствует. Не шибко глубоко люди там разбираются в этих вещах. Но одежды носят там. Смотришь, идут. У него там с одной стороны мобильник, с другой стороны закручен в эту индейскую одежду. Или идут и пляшут. Хари-хари, Хари-рама. Хари-рама, Рама-кришна. И веселенькие такие. Вот вы грустные, а они веселые. И в розовых одеждах. Что-то он давно не видел на Невском, а то, как они все время плясали около этого самого магазина Елисеевского. И так. Они порядок не нарушали. Пляшут там весело. Народ останавливается, смотрит. Народ такой озабоченный, грустный. А эти вот... Та-та-та. Красота. Чего вы тут сидите? Вы все-то бы сплясали, что-нибудь? И я бы, может, тоже вместе с вами... Мне-то как-то... Вы начните, я, может быть, иду. То есть никакого... Нам никто не запрещает это делать. А я расскажу, что у нас новая методика изучения философии. Мы как доходим до какой-нибудь философской системы? Так начинаем изображать. Тем более, это музеология. Ну, как бы, живой музей. Да? Нет? Ну, то есть, я вас не ограничиваю. А то скажете, что я сказал вам только сидеть и молчать. Нет, наоборот, мы с вами беседуем все время. Разные бывают спорты. Так, идем дальше. Так вот, это вот Махавира нам эту карму нам дал. Но космический закон не какая-нибудь просто вокруг себя атмосфера кармическая, а космический закон. А закон, попробуй его убеди. Закон кармы нельзя умилостить жертвами богам. То есть, если карма плохая, ну, только если за очень большие деньги, может, можно поправить. Правда же? Ну, если закон. Вы же понимаете, ну, что вы принесли 500 рублей. Сегодня в газете метро анекдот, дескать. Человек звонит в контору турагентства, говорит, вот хочу отдохнуть. А говорит, а сколько у вас денег? 500 рублей. Ну, отдыхайте. так и здесь. Хотите карму поправить? Человек хотел карму поправить, принес 500 рублей. серьезный человек. Так. Так вот, закон кармы нельзя умилостить жертвами богам, но его можно победить. Победить можно закон. Джина это тот, кто победил карму. Ну, кстати, я вот вас подозревал неправильно. А вы, может, Джина? А я начал там, что вот, там прическа, то черная. Джина, он победил же карму. Он тоже так же выглядел. Вот как вы прямо? Вот сейчас я подумал, действительно, что-то я неправильно. Прошу прощения, я беру все слова от тебя обратно и вот этими заменяю. Джина, тот, кто победил карму, так можно и звать человека там. Забудут вас, и как зовут вас, вас Джина будут звать, и все, если вы будете карму побежать. Следование обетам может освободить от кармы еще при жизни. Но это путь аскетизма. Что значит аскетизма? Вот, надо воздерживаться. Это нельзя, то нельзя. это нельзя. Значит, что нельзя? Кока-колу нельзя, потому что это отрава. И до сих пор ее не знают в составе. То есть, коммунадов все знают, но нам не говорят, а то вы не будете ее покупать. Да? Пальмое масло воздержаться и так далее. Мы много чего найдем. Правда? Путь аскетизма. Но не будем это вы сами додумайте уже, как нам придерживаться этой религии, если мы вдруг начнем быть приверженцами ее. Принц Гаутама основал буддизм. У нас буддистские есть религии в России? Есть. где храм буддистский? Датсан в Тербурге. А? Датсан в Бюджорске. Ну да, вот у старой деревни там. Ну пожалуйста, идите туда. Так. Главный закон жизни согласно буддизму различать добро и зло. Ну хорошо же? Ну что плохого в этом? и даже главный закон жизни различать добро и зло. То есть даже в самом себе надо различать добро и зло. Может же человек у него доброе сделать, а потом недоброе. Но надо различать. Не перепутывать добро и зло. Вот если на двойку вы изучаете философию, это зло. А вот то, что я двойку поставлю, это будет добро. То есть вы должны быть в себе страны? Ну конечно. Вы-то знаете, ну говорится, у нас это равенство, но есть равнее. Так исследователи говорят, мы с вами побеседуем, а в конце напишем, что с моих слов записано верно. Ну всякий случай, чтобы это можно было использовать в дальнейшем процессе. Так. Суть буддизма в четырёх истинах. Всего четыре истины. Можно запомнить? Жизнь есть страдания. Старость, болезни, невзгоды, смерть. Так что, если вот вас спросят, как живёшь? Хорошо. А что хорошо? Ну это или старость у меня, или болезнь, или невзгоды, или вот смерть прямо придвигает. Всё хорошо. Ну так вот, жизнь в этом же состоит. А у вас что-то ненормальное, я смотрю, старость так нету, болезни не видно, невзгоды. Какие невзгоды? Всё хорошо. Ну а ещё смерти даже и разговаривать не хочется. Всё хорошо. Пока жизнь у вас ещё не удалась с точки зрения буддизма. Ну у меня частично уже удалась. корень страдания в жажде жизни. А не надо жаждать жизни и не будете ссать. Никуда эта ваша жизнь не денется. Кому она нужна? А некоторые очень боятся, что их кто-нибудь настигнет или пугливый так и прячется. У нас один знакомый был, так он недавно умер. У него там было шесть замков или семь, или восемь. Он всё боялся, что именно его будут убивать. Меня вот не будет никто трогать. Никому я не нужен. У меня дверь деревянная. А почему я никому не нужен? У меня нету решёток в окнах. Уже сразу отворачиваются люди знатоки, то есть бандиты. Они как видите нет решёток. На них ещё там брать. Нету тарелок, которые говорят о том, что люди имеют некую богатство. И дверь у меня не металлическая. Могу объяснить почему? Однажды мне позвонила, когда я работал на кафедре философии и культурологии в нашем ИПК, где мы преподавали преподавателям, звонит доцент нашей кафедры, сейчас она профессор Орлова Надежда Ходжимирзан. Говорит, Михаил Васильевич, я за городом, сейчас передали, что мой дом горит на Верейской улице. Это недалеко от технологического и недалеко от Пушкинской. Ну, я приехал действительный дом, пожар, тушат, я приехал уже как раз самый огонь затушили. Пол дома как бы сгорело, как в среду. И вот квартира моей этой коллеги доценту, заканчивается ее ванная и вот этой стенки нет, а дальше бездна такая, и ничего дальше нет. Вот так человеку повезло. Вот, вот, вот в обрез. Ну, только надо стеночку восстановить, больше ничего. Ну, мокрый, конечно, пол. А почему мокрый пол? Они везде проходили и проливали, чтобы не пошел лобом дальше. А как они открывали эти все металлические двери? Я посмотрел. Объясняю. Берешь болгарку и вот там, где эти пальцы, знаете, там металлички где-то которые люди так стараются, что это противовзломные, против бандитов и так далее. Так вжих! Открывают и смотрят на металлические и проливают. Потом второе вжих! Вот сейчас у вас на лестнице будет вжих! Вы пойдете побежать? Сейчас, чтобы народ выходил, надо кричать пожар. А если будете кричать корову, кроют и будут ездить. То есть тут тоже надо знать все. Поэтому серьезные нынешние бандиты, они так вот не пойдут просто так ни с того ни с чего если у вас дверь картонная и железная и даже двери нет, это сумасшедший бандит туда пойдет. Время только терять. У нас уже я на первом этаже жил, на втором этаже дважды уже покрали людей. Людей людей и дверь железная и пятая и десятая и десятая. Часто серьезно профессионал занимать. Профессионалы. Сначала посмотрим есть ли у вас счет и сколько у вас на расчетном счету. Нельзя ли у вас вообще просто с карточки все снять, зачем ломать вашу хорошую квартиру. Вот сейчас только что сегодня я прочитал миллиард, миллиард снят, миллиард снят хакерами с карт клиентов наших банков. Наших граммов. Миллиард. А все представляют сейчас придут, бандиты скажут, а давайте идем, а у вас на завтрак как раз на чай. Ну кто это будет пачкать руки представить из-за каких человек. Ну что у вас за деньги? Сокровительство забрало. А? Сокровительство забрало вообще не кажется учетом правительства. Да правительство все делает, чтобы деньги были в участии граждан. И у нас как показывает статистика, мы вам статистику предоставить из тех же самых источников. Я специально беру массовидные источники, не те, которые я где-то копался там, а вы не можете проверить. Значит, в той же самой газете «Коммерсанты» и в российской газете написано, что в 16-м году тем же самым институтом Академии госслужбы и народного хозяйства при президенции РФ выявлено, что за 16-й год количество долларовых миллионеров выросло на 10%. Долларов миллиардеров 11%. И некоторые люди доказывают, что у нас плохая экономика. Кому плохая, а кому хорошая? Мне интересно следить список миллиардеров долларов на средовищих слов. Да, растет. Значит, корень страданий в жажде жизни. Отсюда такой размах вот сейчас религии. Ну, вы, наверное, немножко эти Библии читали, нет? Ну, я читал, мне надо читать человеку преподающему, а тот спросит, а вы читали Библию? Читал, все прочитал, две недели почитал, все, часть лета потратил на это дело. Но с пользой. Вот. И что мы там выясним, если мы узнаем, о чем так пеклись люди, о чем построена религия. Что вот богатый не сможет войти в рай богатому, войти в рай это все равно, что верблюду пройти через угольное ушко. Значит, если я богатый, то мне в рай не попасть, правильно? Ну, я прочитал вот в Библии, что я богатый, мне не попасть. Значит, мне надо рай на земле делать. Ну, у вас-то денег таких нету, поэтому вы в рай пойдете, пока нечего думать о том, чтобы у вас тут была хорошая жизнь. Правильно? Ну, справедливо будет. Потом у вас будет вечная жизнь, вечная, а у меня конечная вот здесь. Поэтому я буду, я тут миллиардером мучиться. Вот, а как я стал миллиардером? Ну, у вас у всех забрал, вот сколько вас тут сидит? Мало, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, если десять человек сидит, по тысяче у вас взять, будет десять тысяч. А если сто человек, сто тысяч. А если тысяча? Это не так и много. С тысячи человек по тысяче взять, сколько будет денег? Миллион. Молодец. А сейчас миллион взять по миллиону, по тысяче. Миллиард уже. Да всего-то по тысяче, ну что, трудно отдать тысячу. Но вам все равно не, особенно, тысяча вам ничего не делает по годам. Ну, не поедите два дня. А я стану миллиардером. Вам же приятно, что есть свои, наши миллиардеры. И вы внесли вклад, вот я с вашей помощью стал. Я даже с вами старого смотреть буду. Ну, если я буду быстро, я буду на машине ехать. И охранники у меня будут. Ну, если я замечу вас, то поздоровлюсь. В общем, очень актуально. Жажда жизни надо будет вычеркнуть. И вот, правильнее говорят, буддистик, жажда жизни надо убрать. Корень страданий в жажде жизни. Если вы не жаждали выжить, вот вы не будете сходить и обедать пойти. А если не обедать, то будете страдать. А потому что вы жаждете жить. Вот это надо удалить, эту жажду жизни и не надо туда. Не знаю, мы пойдем вот, Степан Степанович, с вами обедать. Я думаю, они тоже пойдем. Так, с народом будет. Так, страдание имеет причину. А раз так, то прекращение страданий это уничтожение жажды жизни. вот это надо уничтожать. Буддисты мы. У моего коллеги брат был. Вот, аналогично попал в эту религию. Уже и нет его. Жажду жизни удалил, и жизни не стало через некоторое время. Так, а вот путь освобождения от страдания какое? Достижение нирваны, в которой невозмутимость духа и освобождение от телесной зависимости избавляет человека от страданий. Вот, не знаю, какой, я уже невозмутимость духа приобрел. Изучайте, а уколоихи у вас будет, когда поймете, как там трудно изучать, у вас будет дух невозмутимый. Это вы быстро поймете, там так быстро не проскочишь в изучении науки логики. Там придется голову ломать. Но это не такие страдания, которые прямо руки-ноги у вас будут целы. Когда говорят голову ломать, головоломка, это не значит, что у вас голова изуродована будет. Правда, головоломки есть люди. Это мозг будет развиваться. Ничего плохого в этом нет. Ну вот, так что, вот программа буддийская ясна. Есть люди, которые этой программе сейчас следуют. Поэтому такого нету, чтобы вот она была в истории философии, а в жизни нет. Есть и в жизни. При этом вот то, о чем мы сейчас говорим, считайте, относится к социальной философии сегодняшнего дня. Разные люди исповедуют разные какие-то философские концепции. Мы с вами пойдем дальше, конечно. Ну вот потом основные философские школы направления античной философии. Античной. Это какая-то философия греческая и римская. Всю историю античной философии можно подразделить на следующие этапы. Первое. Зарождение и формирование античной философии. Это шестой век до новой эры или до нашей эры. Второе. Классическая философия. Пятый, четвертый век до новой эры. Третье. Философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. Третье и первые века до новой эры. Это философия эпохи эллинизма и латинская философия периода Римской Республики. Четвертый период. Период упадка и гибели в эпоху Римской империи. Первые и четвертые века нашей эры. Ранние греческие философы несомненно испытывали влияние мифологии. Потому что люди, которые жили до этого, уже имели желание и стремление каким-то образом объяснять свое существование, жизнь, устройство мира. Но это были как бы что такое? Мифы. Мифы что такое? Это как сказки. То есть такие не требующие доказательства зарисовки того, как устроен мир. Вы можете мне рассказывать, рассказывать на экзамене. Если я уверен, что это вы напридумывали, это далеко не то, что надо было отвечать, но это хороший у вас миф. Но у нас не мифология, а философия. Поэтому поставить за миф я бы поставил отлично. А по философии как-то не получается. Мы различаем, правда? То есть мифы не требуют доказательства. Ну ты рассказал вам что-нибудь такое, байковое, хорошо? Что плохое? Ну я всем сразу объясняю, в чем сила философии. Надо вам объяснить, пока не поздно. Не задерживайся. Объясняю, как надо сдавать за счет. Зная философия. Самое главное усвоить первую и самую простую категорию философии. Заранее. вот мы видите, тут буддизм, все, вы же к счастью стремитесь, чтобы счастье было уже близким. Самая простая категория философии, это категория чистого бытия. Вот есть и все, что есть, где есть, почему есть. Ну это уже потом подробности всякие. Вот вы есть? есть. А аудитория у нас есть? Есть. Занятия есть? Есть. У вас жизнь есть? Есть. Интерес к философии есть? Есть. Все есть, все есть, вот есть и все. это важная категория. Как она называется? Это важно, вот вы есть или вас нет? Наверное, важно, да? Деньги есть или нет? Жизнь есть или нет? Это очень важно. Поэтому это очень важная категория, но очень простая. Называется она бытие. Бытие. Как сдавать зачетку? Я вот вас спрашиваю, вот скажите об этом, что вы знаете об этом? Ну, если вы не философски не образованы, вы посыпались, я вам с тобой не зачет и в чем. А если вы философски образованы, на уровне вот самой простейшей категории, вы говорите, мне только надо так солидно говорить, не просто так вот, а вот гордо, так сказать. Я говорю, что вы знаете об этом огромном? А вы говорите, я знаю, что оно есть. Ну, если я сказал, так оно есть же, да? Где есть? Ну, в речи, тогда я неразитворенный дома как-то а еще что вы о том знаете? А вы мне говорите, что должны мне сказать? Что мы, Михаил Васильевич, с вами уважаемый договаривались один вопрос. А это уже допрос пошел. Вот и мы не договаривались. Вообще вы должны не допрашивать студентов, а спрашивать. И вообще это не экзамен. Экзамен там два вопроса. А здесь вот зачет был вопрос. Я ответил, ответил, что надо сделать? Что я должен сделать? Зачет поставьте мне зачет и отпускайте меня с Богом. Все? А вот я всегда спросите теперь вы меня о чем-нибудь допустим я не знаю. Вы не знаете этого приема, поэтому я вам сколько сегодня вопрос задавал, а вы удачно неудачно выступали. Спросите меня какой-нибудь чушь, которую я точно не знаю, как я отвечу. Спросите Михаилович, что вы знаете? Ну что там? Придумайте чай. Даже не можете придумать? Ну вы знаете, что я отвечу. Я знаете, как вот об этом, о чем вы спрашиваете, я знаю, что оно есть. А вы сказать, а еще? Ну не, ну выходите меня засыпать вопросами. У нас лекции, они тоже, они не вечер, вопросов и ответов. Вы чего? Говорят, давайте как-то будем правильно действовать. Так что это страшная сила, эта философия. И не надо новой категории, как у них там дау и все, а у нас вот бытие хватит. Заходите на второй этаж, будете проходить, вот там у нас иконат, а справа там написано кафедра философии, антологии, теории познания. Антология это что такое? Знаете, Наука о бытии. О, наука о бытии. Они знают только одно слово. Ну, одну категорию они изучают всего, бытие, и все, и целая карфеля. Ну, жизнь. Учитесь. А вы будете, сколько собирались, все вещи хотели забрать за всю историю, вы вот хотели собрать. Вы начинали рассказывать, что вы вещи будете собирать, материальные объекты. С ума зайдешь. А сколько грузовиков надо будет? Сколько раскопок произвести, чтобы все собрать. А тут вы запомнили бытие. Да еще чистое если бытие, еще более простая категория вообще, никакой возни. Чистое бытие это то такое бытие, о котором известно только одно, что оно есть, и все. Вопросы еще есть по чистому бытию? Нету. И не может быть никаких вопросов. Но есть хоть что-то я до конца изучил. Вы сколько уже изучаете? Второй курс. И все вот вам приходит какой-нибудь лектор начинает говорить, этого не знаете, того вы не знаете, и я тоже самый с этим же. А вот есть такие вещи, которые вот вы уже про чистое бытие. Вы знаете все про чистое бытие? Что вы знаете про чистое бытие? Лучше, видите, вот учитесь. Вот. Все. Ну как это можно оставаться? Вот уже учишься, учишься, второй курс, третий, и все, чего-то не знаю. А тут вот, ну все-то невозможно. А что вы скажете, я что-ли все знаю? Что, у нас какой-нибудь профессор все знает, что есть в науке? Нет. В чем разница? Ну вы этого не знаете, я этого не знаю. Такой разницы никакой нет. Ну важно, что вы знаете, что это. Я спросил вас, что вы знаете о чистом бытии? А ну правильно отвечаю, только так, еще так, ну-ка. Оно есть. Нет, ну можно сказать, я знаю, что оно есть. Смотрю, гордо наука. Правильно, чтобы звучало. Меня вот обучали правильно говорить. Вы очень здорово обучали. Я хочу вам много преподачей, кто обучался, а вы другим расскажите. Вот вы начали уже убедительно говорить, еще не очень убедительно. Вот мне как подавательницу в университете его плохо в горло нос и речь обронельская уникальная, которая обучила людей, которые у них был пары. Не говорили где сидят. А вот через месяц за месяц смотрели, где глава. Начинают говорить. Николаевич, вы говорите не убедительно. Как убедительно? Надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Убедительно? Ну, а вы чего говорите? Вот, нет, ну, было бы так правильно. Но она уже убедительно. Ну, раз это вы же твердо знаете, что вы делаете. Если твердо, то истинно. За истинно, бороться надо. Я думаю, как? Я знаю, что оно... Есть. О, слышишь, о. Тогда буду уважать. Кто это будет уважать? Ну, что это? Какое оценку может быть? Ну, не больше трех. А за это ба-бо-бу, бе-би-бы. Понятно теперь? Вот. Сила на вывод. Ну, что там еще эти грехи придумали? Сейчас мы разберемся. Вот, значит, они испытывали влияние мифологии. Ну, это понятно. От мифологии идет шаг к науке. Попыткам доказывать уже, да? Находить категории. Объяснять. В их присоведениях изначально мы можем обнаружить представление, характерное для древнегреческих мифов. О первичном бесформенном состоянии Вселенной. О постепенном развитии мира из хаотического состояния в сторону все большей упорядоченности. Об отделении неба от земли. О периодической гибели и новом рождении Вселенной. Так или иначе, во всех популярных учебниках о современной физике это присутствует. Почему? Эти популярные учебники – это своего рода мифология. Там ничего не доказывается. Кто их пишет? Те люди, которые деньги хотят за это получить. Вот вы, как вы думаете, вот словарь, если возьмете по философии, кто его пишет? Вы хоть какого-нибудь знаете крупного философа, который когда-нибудь написал словарь? Таких же нет. Ну, соберутся 300 философов. Говорят так, вы на букву Б, вы на букву В, вы на букву Г, я на букву О. А вы на и краткое, чтобы меньше работать. А зарплата та же. Ну, там Йоркшир, там еще там, мало ли каких. Йога, Йога. Ну, найдутся некоторые слова. И все это мы расписали. И как там? Мы уже говорили, что истина – это система знаний, да? Наука. А какая система в словаре? Никакой. А, Б, В, Г. Вот если на вас будут так излагать, про вас будут так. А, на Ау ничего не вижу, так. Б. Ничего не вижу, В. Тоже ничего не вижу. Г – голова. Есть так, хорошо. На букву Г – голова. Пошла. Д. Е. Ё. Ж. Жизнь. Ну, голова и жизнь. Вот куда делись. Сначала про голу, потом про жизнь. З. Замужество. Возможно, будет. Так, уже обсуждался вопрос. З. И. К. Все. Колени есть. Так, пишем. Колени, ну, отдельно посмотрите. И вот они так разбирают это все. То есть, как будто это вот анатомический театр. Это вот… Вы там правильную тему поставили, вообще, еще на той лекции насчет морга. Это вот морг. В морге все вот там разделено. Знаете как? Так же и в магазинах мясных. Вот раньше в каждом была написана вот такая картина и разрез туши. И это тонкий край, это толстый край, филей, там все вот расположено. Голень. И это вот делают эти самые словари. Поэтому я, например, не рекомендую словари читать. Почему? Ну, потому что это вот мертвичина. Никакой связи между категориями нету. Нету этого движения, о котором мы изначально с вами говорили, и все вы это, так сказать, внутренне так легко восприняли, что речь идет о движении от простого, не ради этого целого, украли там, о движении. А если я буду у вас куски говорить, вот даже я не могу объяснить, вот рука, где у вас начинается, можете сказать? Рука. Ну, где она крепится, я могу сказать. Ну, где она крепится? Крепится. Ну, она же к телу прикреплена. С чем она у вас? Глуде там у вас? Нет. А с чем? С суставами, тканями. С суставами? Это вы уже представили, что ли, свой этот скелет? Так у вас много креплений будет, а жилы как же? Так у вас, вы про живую руку говорите или нет? Живая рука у вас, где начинается живая? Ну, смотря, посмотрите, может, с пальца начнется. В философске посмотрите, а вот тут пальцы, и там, и дальше та сторона, вот эта, которая не пальцы. Ну, где там, если живая рука, то где она кончается? Где она кончается? Ну, откуда она, наоборот, начинается? Кончается она у вас на пальце, там, ногти. Ну, она... Здесь, думаете? А кровь идет у вас в руку? Идет. Идет? А кровь это здесь, что ли, начинается? Нет. А сердце у вас тут же тут? Нет. Или в пятках? И не с пяток начинается, нет? А где она? Здесь. На клетке. Вот здесь? Да. Ну, значит, она здесь начинается. Ну-ка, пальчики покажите сюда. Это я вот как врач сейчас вам сказал. Вот сделайте так. О, видите? Это где команда, откуда пошла? Так, может, у вас оттуда пошла рука? Согласны? То есть, живая рука, она не может быть отделима. Это вот, когда у вас скелет там, у вас нет, у меня скелет. Это уже вопрос о живой руке, нет о живом человеке. А человек живой, он органическая целостность. Его нельзя рассматривать состоящим из ков. Энгель специально писал «Частью лишу труба». Вот эта тема, вот как начали, она очень изразительная. То есть, надо уйти от этого представления человека. Тем не менее, люди хватают, словари начинают. А, Д, 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 И. У меня даже дома лежал. Думаю, у меня же должны быть словари как-то, преподаватели, философии. Ну, там, я уже все отправляю на дачу. Куда-нибудь положу, на чердак. А потому что я их сам не смотрю и другим не даю. Думаю, если человек начнет читать, и испортит себе голову. Мы же с вами по-другому поступили. Все есть бытие. Вот вы бытие? И я бытие. Вот видите, мы уже вместе с вами. А вы? Так у нас братство. А то были тут профессор, там, доктор, студенты. Это у нас, это мы антологи с вами. Ну, если мы изучаем сейчас. Антологи мы. Ну, может, недолго будем антологами? Ну. А что это разница? Вам же нужно, вот, если вы музеологи, вам надо же, чтобы это было, те, которые будете хранить, изучать и пропагандировать предметы, да? А если их нету, какие же вы музеологи? Все тогда. Все, расходить. Всех увольняем, этих музеологов, если не будет этих предметов. Вот, поэтому нам нужно вот это бытие, прежде всего, обеспечить. Ну, и сами, чтобы вы были бытие. А если мы умрем, кто будет, интересно, сохранять, изучать, пропагандировать? Никто не будет. А может быть без этого, без бытия музеологов, музеологи или музеи? То есть, как бы, дома стоят, а все закрыто. А почему? А вымерли все музеологи. А почему? Такая зарплата была. А зарплата, вы, наверное, поинтересуетесь. Она, о-о-о. Не знаю. Несильная такая. Это вот уже, это уже вы, наверное, начитались, как это? Нет у вас жажды жизни, нет у вас, если вы музеологи. То есть, жизнь у вас есть страдания. В четырех истинных. То есть, очень это все актуально, все написано про нас. Но философы тоже не шибко отличаются от... А философам зачем? Он диоген в бочке сидел и все, и не вылезал. А зачем, говорит, мне что-то нудо? Я вот все, у меня вот здесь мысли. Чем мы богаты философами? Ну что, голова. А что, говорит, вы так вот это... Почему так вы выступаете, а почему вы так говорите? А у Миши-то куда я могу дать? Могу вам рассказать эпизод на конференции по антологии. Ну, поскольку я изучаю наукологии, там же все категории есть, в том числе и бытие. А раз есть бытие, могу я на антологической конференции выступать. Я на любой другой, который там, в категории, если берешь. Вот выступает один у нас профессор и рассказывает новое слово в философии. Что вот есть, это вы, наверное, даже, может, и слышали, такую философию. Вот есть предметы, да? Вот если они наделены смыслом, то они есть. Вот вы видите, у вас стакан. Вот если он наделен смыслом, то он есть. Ручка, она наделяет смыслом. Это чтобы писать, да? Если наделен смыслом. А если предметы, как у вас там, вот вы меня просили даже последить. Смыслом-то наделен это ваш прибор? Ну, смысл есть. Больше не надо, углубления не надо. Смыслом наделено. А если, говорит, эти предметы смыслом не наделены, то их и нет. Я спрашиваю. Мы могут спросить? Я тоже профессора спрашиваю. Уважаемый. Значит, я правильно понял, что вот есть ли эти предметы, которые вот мы наблюдаем, смыслом не наделенные, то их и нет. Он говорит, ну да. А кто наделяет? Ну, не вы же, не я, а... Ну, не будем же так грубо говорить. Ну, как бы это сказать? Трансцендентное. Оно наделяет. Да? Он говорит, ну да. Так я правильно говорю, понял, что если они смыслом наделены, то их и нет. Да. Ну, если их нет, то нечего и наделять. И все. Пока их нету, нечего и наделять. А тогда ничего и нету. Он говорит, Михал Васильевич, зачем вы так? А я умеще-то куда могу деть? Куда могу деть умеще? То есть, ближе надо тут, видите, к буддизму. Они так вроде и так. Ничего вроде у них и нету, но так просто его не возьмешь голыми руками. Философия – это большая очень сила. Я вам очень советую. Для музеологов. На вас же нападать было. Наезжать. А зато, ну, как вы начнете там, убедительно говорить, и все. Откатится. Это она имеет защитную функцию, выполняет философию. Путь они не спрашивают. И связываться с этими музеологами, они там философски образованы. Ужас. Так. Ну вот. Первые философские школы в Древней Греции возникли в Ионии. Области, сеть, реально расположенной в Малой Азии. Своего рода центром философии был город Милет. Милетская школа. Следующие философы. Фалес. Аноксимен. Аноксимандр. Вот значение Фалеса в том, что он впервые поставил вопрос, в котором выразил основную задачу философского знания. Что есть все? Ну вы можете ответить на этот вопрос, который... Вода. А? Вода. Что вода? В первую начало. Два вам. Только что я вам объяснял, как отвечать на вопросы. Вот сейчас вам объяснят. А, что она есть? Ну, что же, голова. Эй, не в коня корм. Зря я вам все это рассказал. Но некоторые-то условия. Что есть все? Вот ответ. Все есть бытие. Ну так и ответили. Вот дальше потом, подавидительно. Не все сразу. Гераклит эфесский. Из эфесса. Впервые, пусть и метафорически, сформулировал идею о диалектической природе всего мира. Да? А что он из Гераклит говорил? Гераклит – это первый человек, который о противоречиях стал говорить. Что все движется, все изменяется. Но если вы возьмете плохие учебники или словари, там это излагается так, что он говорил, что в одну и ту же реку нельзя войти два раза. На самом деле, только в одну и ту же реку можно войти два раза. Если в разные реки, так там один и там один. На самом деле, то есть они то противоречие, которое формулировал Гераклит, даже не смогли сформулировать. А противоречие такое, что в одну и ту же реку можно войти два раза. Но одна и та же река, вот в него можете войти раз, потом еще раз. Но потом вы второй раз, когда соберетесь входить, вы скажете, она уже и течение другое, вода уже другая, и русло уже немножко другое, оно все время меняется. Значит, уже не в ту же реку я вхожу. Значит, в одну и ту же реку можно входить, и в одну и ту же реку нельзя входить. Два противоположных утверждения. Противоречия всегда фиксируются двумя противоположными утверждениями. Люди выхватили, такие знатоки Гераклита, выхватили одну сторону и вытаскивают ее метафизическую, то есть одностороннее дали трактование. Продолжение следует...